Приветствую друзья! На своих экранах вы видите как атлеты направления стронгмен соревнуются в так называемом подъеме камня бибона. Вес данного снаряда 75 килограммов. Соревнования на стиле командный характер в виде турнира сборных городов России. Как видно, что поднять камень и весом 75 килограммов задача не из легких, что в который раз доказывает важность и значимость достижения выдающегося атлета Дмитрия Халаджи, целью которого было не побитие архаичного рекорда бибона, а популяризации возрождения древнего богатырского искусства. Но сегодня мы не будем детально касаться особенностей подъемов камня на ремне, а детально остановимся на особенностях подъемов на ладони, потому как смысл прошлого видео по данной тематике был понят далеко не всеми. Я решил снять дополнение, которое раскрывает его глубину. Итак, Ищейкин предположил, что античный атлет Бибон подымал свой камень на ладони. Я, доказывая абсурдность данного суждения, аргументирую это следующими фактами. Для подъема на ладони снаряд берется без касания корпуса, по той причине, что после непосредственного взятия в стойку и перед его подъемом, атлету необходимо найти точку баланса. То есть, уравновесить снаряд на самой ладони путем его подбрасывания это самый ключевой момент, и Ищейкин и кто угодно другой не выполнит подъем без этого условия. Мы видим, как Ищейкин выполняет балансировку камня перед его подъемом. И вне зависимости от формы снаряда, данный момент имеет место быть, будь то камень, блины или гиря. А так как известно, что камень Бибона весит 143 кг, его невозможно сразу поднять в стойку и начать балансировать. Поэтому атлету пришлось бы затягивать камень по самому себе, перекладывать на ладонь, уже затем балансировать. Эту процедуру не выдержит ни одна даже самая крепкая кисть. Вот Ищейкин балансирует блины, что тоже далеко не просто. И данное обстоятельство подтверждает тот факт, что на ладони невозможно поднять значительный вес. Следующий аргумент, который доказывает абсурдность теории Ищейкина, это факт физиологический. Дело в том, что когда снаряд уже сбалансирован на ладони и начинается его подъем, рука неизменно попадает в мертвую точку, которую нужно преодолеть. И дожать 143 кг из мертвой точки невозможно. Ищейкин наглядная тому иллюстрация. Вне зависимости от того, подымал ли он камень, блины или гирю, поиск баланса и попадание снаряда в мертвую точку присутствуют везде. Вот, мертвая точка. И данное обстоятельство справедливо не только для самого Ищейкина, но и для любого атлета. И подтверждает тот факт, что на ладони невозможно поднять значительный вес. Осмотрим еще раз фото камня. Ищейкин утверждал, что на нем нет места для крепления ремня, что является ложью. Данные элементы присутствуют. Более того, на камне отчетливо видны следы выработки от взаимодействия с ремнем. Это говорит о том, что атлет с ним продолжительное время упражнялся, а возможно и не он один. И если бы Бибону нужно было бы выполнять подъем на ладони, он выбрал бы камень округлой формы, который более удобен в балансировке. Наподобие камня Эвмаста. Или же Ищейкин будет еще утверждать, что древние греки не владели логикой. А вот камень Бибона как раз и неудобен для подъема на ладони. А для подъема на ремне он просто идеален. И в заключение скажу, что результат Дмитрия Халаджи в побитии рекорда Бибона будет оставаться таковым. До той поры, пока фактически не будет доказано обратное. И все фантазии и предположения относительно того, что Бибон поднимал свой камень на ладони или даже на одном пальце, не имеют под собой никакой фактической базы. Ни у атлетов прошлого, ни у атлетов настоящего. Субтитры создавал DimaTorzok